Искусствоведы очень похожи на детективов, ведь зачастую картины — это сплошные головоломки. И я сегодня вам предлагаю провести расследование по шедевру Яна Банейка «Портрет черты Арнольфини». Без тайных разоблачений и даже щепотки финансовых махинаций не обойдется. С вами Анастасия Постригая, и мы с вами врываемся в искусство. Перед вами одна из самых загадочных картин в мире — портрет черты Арнольфини нидерландского гения Яна Банейка. На самом деле это полотно очень небольшого размера. Когда я встретилась с этой парочкой вживую, то была в шоке. Как на таком маленьком холсте помещается столько символов и столько деталей? Снятая обувь, собачка у ног четы, фрукты на подоконнике, зеркало и отражающиеся в нем люди, жесты рук главных героев, надпись на стене, свечи под потолком, четкие рядом с зеркалом, деревянные фигурки у кровати, метелка, одежда и даже ковер. Каждую эту деталь искусствоведы трактуют совершенно по-разному. Например, по одной версии перед нами момент заключения брака, а по другой — это посмертный портрет. Дело в том, что личность героини до сих пор под вопросом. То ли это первая жена Арнольфини, которая умерла за год до написания картины, то ли это уже его вторая жена. Но вот тот факт, что внешность этой девушки совершенно не обладает уникальностью, приводит нас к еще одной порции версии. Две из них мы и рассмотрим подробнее. Вариант первый. Перед нами пропаганда семейных ценностей 15 века. То есть так должна была выглядеть идеальная жена и идеальный муж и их идеальные отношения. Уверена, что вы тоже любите перед сном полистать чей-то инстаграм, на котором все такие вот совершенные. Голландцы 15 века от вас ничем не отличались. Им тоже нужен был вот такой вот вдохновляющий контент. Разбор этой версии начнем с жестов. Арнольфини держит супругу левой рукой. Это отсылка к традиции, когда мужчина вел невесту из родительского гнезда подальше от мамы и папы, в их собственный дом. Левая рука женщины при этом располагалась чуть выше живота. Это означало, что цель девушки и ее ключевое намерение по жизни – как можно скорее забеременеть и продолжить род. Фигурка святой Маргариты на изголовье кровати, метелочка, ковер – это тоже пожелание плодовитости. А что касается платья, просто это модный фасон. То есть беременность пока для пары только в прогнозах. Расположение героев и предметов в пространстве также говорит о многом. Хранительница очага стоит ближе к кровати, а ее обувь стоит в глубине комнаты рядом со скамьей. То есть после брака про внешний мир ей стоит забыть. В то время как добытчик расположен около окна, на нем верхняя одежда, а его обувь стоит рядом с ним, поближе к двери. Ведь его дело – зарабатывать деньги и покорять этот мир. Ну а задача жены – быть просто верной. Как вот эта собачка у ног пары, которая всегда именно верность и символизировала. Уверена, что вы уже не можете воспринимать картину так же, как пару минут назад. А чтобы вы сами смогли вот так вот прямо лихо разбирать шедевры по косточкам, предлагаю вам посмотреть мой курс «Как научиться читать картины». Цимми с этого курса в том, что всего за два часа вы поймете, на что надо смотреть на картине, чтобы ее понять. Вы получите четкое руководство к действию и сможете расшифровать любое полотно. А для подписчиков Ютуба действует скидка 30% по промокоду Портрет. Итак, вернемся к картине Чета Орнольфини и ее другой интерпретации. Возможно, перед нами очень дорогостоящая бизнес-визитка. Дело в том, что главный герой картины был непростым парнем. Орнольфини заработал свое состояние на торговле шелком и предметами роскоши. Он продавал гобелены самому герцогу-бургульскому Филиппу Доброму. Но в 15 веке быть бизнесменом – это еще тот челлендж. Единственное, на чем держался весь бизнес – это репутация. LinkedIn тогда не существовало, а вот портрет в виде бизнес-визитки заходил вполне. Поэтому перед Ванейком стояла четкая задача – он должен был изобразить Джованни Орнольфини как благочестивого христианина и надежного бизнес-партнера одновременно. В таком случае все, что остальные исследователи считают загадочными символами со множеством трактовок, на самом деле просто признаки роскоши. Например, зеркало – оно могло быть только в очень богатых домах, как и апельсины. Ведь цитрусовые тогда стоили баснословно дорого. Шикарные одежды, ковер, меха говорят сами за себя. А рама зеркала со сценами страстей христовых и янтарные четки на стене рядом – это явное подтверждение того, что Орнольфини есть зеркало справедливого и богатого купца, угодного богу и прославленного среди людей. Что и требовалось засвидетельствовать этой картиной. Ну и красавица-жена рядом – первая умершая или живая вторая, или вообще это собирательный образ обеих. Тут вообще это не суть. Главное, что она – образец женственности по всем показателям. И жесты правая рука Орнольфини поднята – это знак принесения присяги. А его левая рука соединяется с рукой жены в жесть согласия. Опять же, собачка, как мы уже с вами помним, символизирует верность. То есть Орнольфини прямо на этом портрете дает тройное подтверждение своей добропорядочности. Эта версия кажется очень убедительной еще потому, что он нуждался в демонстрации своей благонадежности. Потому что его проекты на самом деле были далеко не прозрачными, и он подозревался в ростовщичестве. Орнольфини продавал импортные товары городу Брюге. Город должен был выплатить эти деньги в течение 9 месяцев. Но после заключения договора с Орнольфини город перепродавал товар другому торговцу и сразу получал наличные от сделки. Затем город использовал эти средства в течение оговоренного периода времени. После чего он был обязан выплатить Орнольфини сумму, рассчитанную по первоначальной цене, по которой товар перепродавался, плюс сумму, эквивалентную процентным платежам в размере до 25%. То есть наш благочестивый бизнесмен фактически занимал городу деньги под конские проценты. Но умная финансовая схема помогала ему уйти от обвинений в ростовщичестве. Ну а дальше Орнольфини быстро взлетел по карьерной лестнице и последующие несколько десятилетий поднимался все выше и выше, вплоть до должности герцогского советника и коммергера. В общем-то цель этого портрета была достигнута. Кстати, интересный факт. Раньше работа была обрамлена в раму, которая до наших дней не сохранилась. Но известно, что там была следующая надпись. Будь осторожен в обещании. Хотя что плохого в обещаниях? Любой может стать богатым. Загадочно, но для меня звучит как аргумент в пользу версии с бизнес-визиткой. Хотя, может, и все наши варианты вообще не отражают истинный замысел, который был у Ян Ван Эйка при создании этого шедевра. И на самом деле все это означало что-то еще. А вы к какому выводу пришли, глядя на все эти детали? Какая трактовка вам кажется убедительнее всего? Делитесь в комментариях и обязательно расскажите, как вам наш новый формат. И до новых встреч в новых выпусках!